здравствуйте в эфире программа 7 минут в гостях у меня сегодня сергей ваньков директор детской музыкальной школы номер один сергей алексеевич здравствуйте вот знаю что в нашем городе музыкальных школ много да но вот не знаю сколько вот про первую музыкальную школу знают все расскажите пожалуйста как давно она вообще существует и почему она вот так как бы главное наверное в нашем городе но главное очевидно потому что в 19-м году в 1919 году она была открыта и она первая по сути по времени первое и долгое время она существовала до 40-х годов это было единственное музыкальное учебное заведение на базе которого потом в двадцать пятом году было открыто открыт музыкальный техникум так называемый сейчас это музыкальный колледж имени григория александра пироговых и потом уже стали по районам открываться другие школы но это уже шестидесятые пятидесятые шестидесятые годы но пожалуй поэтому мы первые то есть по времени но стараемся сделать так чтобы не только по времени не только по открытию но и по качеству по сути стараемся чтобы наша первая любимая школа была первой везде по многим по многим вопросам скажем так ну хочется сказать что нашу школу в свое время закончили очень известные люди не только в рязани но и по россии достаточно назвать такие имена как евгений григорьевич попов основатель и первый руководитель рязанского хора академического хора его имя сейчас как раз хор носит кладбище птица это знаменитый хоровик который долгое время работал в москве народный артист советского союза григорий кантор от ведущий музыковед казанской консерватории ну и очень много и много и молодых у нас при школе открыт в девяносто пятом году вот 20 летим будем отмечать в этом году был открыт очень интересное такое учебное заведение внутри нашей школы для особо одаренных детей там обучается ежегодно порядка 20 человек то есть мы выбираем отслушиваем с разных музыкальных школ талантливых детей и дополнительно вот в этом учебном заведении называется учебно-конструкционный пункт дополнительно предоставляем им возможность дополнительные чистки даем по специальному инструменту по сольфеджио по теоретическим дисциплинам со всеми занимаются индивидуально но это дает свои плоды потому что вот за 20 лет очень много практически все кто прошел через это учебное заведение маленькое такое практически все избрали музыку своей профессии то есть музыка стала у них они стали заниматься профессионально закончили московские консерватории институт имени гнесиных российскую академию имени несиных и многие вернулись в рязань сейчас работают симфонических оркестрах музыкальных школах у нас в школе тоже преподают то есть вот так вот вкратце ретроспектива сколько вы лет уже директор школы 17 лет я сам закончил первую музыкальную школу я поступил туда всем с первом году закончил 77 совершенно не жалеет и очень интересно сейчас руководить школой когда ты знаешь с такого возраста вот 17 лет это большой срок до 17 лет многое изменилось вообще в нашей жизни вот как меняются дети как меняется музыка или как бы вот что-то остается по-прежнему всегда есть музыка вечно это понятно как-то она меняется может быть отношение к музыке у детей допустим когда мы когда я поступал в семьдесят первом году мы все пели мы все очень много знали песен сейчас дети приходят но может сейчас в большей степени поющей а вот где-то года два-три тому назад ребенок приходит он не знает никакую детскую песенку вот это вот было конечно а если пел то какие-то взрослые он порой такие взрослые что понятно можно было бы оценить можно оценить и слух ритм да но вот это вот какая-то может пропадает какая-то детскость в детях много смотрит телевизор и телевизор естественно и по моему до школы уже и компьютер и интернет и все вот это конечно мешает с одной стороны мешает с другой стороны вот эти новые технологии они нам помогают ну и на уроках в том числе допустим когда мы я даю какую-то песню ученику то мы очень быстро то есть моментально можем найти в интернете послушать в разном варианте и в симфоническом скажем так и как это играется на баяниках или это вокальное произведение то как это поется конечно это здорово то есть здесь нужно балансировать очень тонко а вот скажите пожалуйста сергей алексеевич вот для того чтобы заниматься музыкой это нужны природные данные или в любом случае если ребенок очень сильно например хочет да то можно как-то выработать я не знаю слух голос но мне кажется природные данные к трудолюбию должны быть потому что занятие музыка это очень большой труд особенно в начале особенно вот на начальном этапе и тут не только ребенка но и родителей педагога и родителей надо обязательно чтобы родители контролировали на первом этапе там первые два один два года обязательно может быть немножко настаивать может быть немножко заставлять потом когда ребенок втягивается когда этому уже становится интересно что он может извлекать красивые звуки из инструмента потому что начальный этап скажем так на скрипке на виолончели либо на духовых инструментах он очень тяжелый в плане извлечения красивых звуков то есть этого надо научиться а вот что кстати самый сложный какой инструмент я имею ввиду самый сложный пианино наверное в любом случае легче чем скрипка или нет но тут есть у каждого ребенка какая-то предрасположенность и прежде всего желание научиться на том или на другом инструменте все музыкальные инструменты сложные чтобы хорошо научиться играть простого нет многие говорят ему на балалайке нет на балалайке тоже очень хорошо играть тяжело ну а вот еще хотелось бы сказать что в нашей школе открыт класс таких такого инструмента как звончатые гусли очень пожалуй это единственное в рязани еще раньше было в пятой школе искусства на приукском у нас это осталось и очень хорошо развивается как ни странно дети с удовольствием идут на этот инструмент порядка 20 человек сейчас учатся очень красивый инструмент очень красиво звучит кстати на балалайке учится около девяти человек то есть сейчас идет какое-то возрождение струнных народных инструментов к сожалению плохо идут дети на баян я сам баянист и очень мало очень мало вот этот инструмент тоже очень тяжелый на нем тяжело заниматься может быть из-за этого многие хотят сейчас быстро научиться петь и быстро научиться играть на гитаре вот это вот ну скажем так самый популярный самой востребованной специальности вот к сожалению мы сейчас не можем показать какие-то кадры у нас на сайте можно просто набрать дмш номер один рязань у нас хороший красивый сайт и прямо на главной странице есть ссылочка отчетный концерт 2015 года вот там выложены сливки наши отчетный концерт у нас ежегодно проходит порядка ну общее время около трех часов это занимает а чистой музыки два часа вот там двухчасовой концерт выложен можно посмотреть как играют от самых маленьких и уже взрослые ну не взрослые а те кто заканчивают школу ну что ж успехов вам и процветания музыкальной школе номер один телезрителям нашим напомню в гостях у меня сегодня был сергей ваньков директор детской музыкальной школы номер один эта программа 7 минут увидимся